Я родился и вырос в Истамбуле. Когда передо мной встал вопрос, вернее, наступило время задуматься о том, где учиться, где получить высшее образование, были передо мной несколько вариантов. Я сделал совершенно неожиданный шаг и выбрал приехать в Россию. Но в этом меня очень сильно не то что осуждали, критиковали даже мои некоторые знакомые, родственники. Я сказал, что у меня другие мнения насчет этого. Думаю, что русский язык будет намного больше распространяться, тем более такой могучий язык. Мне интересен был русский язык. Я еще его читал до этого. То есть я начинал читать классики русские еще в девятом классе. Поэтому я сделал такой выбор. Выйдя в город, у меня, как говорится, у нас челюсть упала от удивления, от приятного удивления. Такие широкие дороги, улицы. Особенно меня очень сильно удивило, очень приятно, что система городостроения, такой порядочной, имеет глубокий смысл, наверное, кто над этим занимался, не просто хотел строить город, а хотел строить порядочный город. И, конечно, я извиняюсь, наличие культурных ценностей. Это просто, как говорится, зашкаливается. Мне было очень-очень приятно увидеть огромное количество ценностей культурных театров, музеев. Их просто список даже запоминать очень сложно. Все нормальные люди, хотя многие говорят, что такие жесткие, холодные. Да, я искал этих людей, я их никогда не нашел. Поэтому, скорее всего, был стереотип, он сразу исчез. Здравствуйте! О, уже все готовы? Да, мы готовы. Очень хорошо, что вы готовы. Как пожелаете? Все хорошо? Все хорошо, очень хорошо. Так, желающий начинать читать. Давайте, Арканбей. Что написал Джон? Он, я, Джон, письма написал. Все, он написал письмо. Написал. Русский язык мне удастся очень легко, только по одной простой причине, что я занимался очень упорно. И с неломаемым терпением, огромной мотивацией часами, может, там, где-то пять часов. Я даже на улице, на ходу разговаривал, старался говорить, лекции читать. Некоторые люди меня называли, наверное, сумасшедшие. Как говорится, по русской, крыша поехала. Но я не обращал внимания. Я знал одно, что если хочешь учить язык, особенно такой сложный язык, надо просто погружаться и окружать себя этим языком. Почему он пошел в банк? Он пошел в банк, чтобы... Вот работаем над... Чтобы он пошел в банк, чтобы менять или поменять, ничего страшного, деньги. Есть некоторые полиглюлты, которые утверждают, давайте не будем сказать, что утверждают, говорят, что они знают более десятки, а некоторые двадцати языков. Но вы никогда не увидите, как они разговаривают на этих двадцати языках. В общей сложности я изучил просто конструкцию и структуру около пятидесяти языков. Но в данный момент у меня четыре рабочих языка, на которых я могу говорить, писать и вести диалоги, выступать с речью и так далее. Это начиная с любимого русского языка, русский, английский, арабский, посманский язык. Когда вы говорите на русском языке отдохнуть, это не значит, что вы ничего не делаете. После работы вы можете сходить куда-нибудь. Ходишь на дискотеку? Да. Как часто? Так, мы сейчас собираемся отправиться в Коломну. Немножко покатаемся, потренируемся. Погода позволяет. Мирон тоже готов. Мирон, когда будешь кататься? Просто покатрушку устроим. Моё первое знакомство с двухколесным моим другом это произошло в четырнадцатом летах. Втихаре, конечно, от родителей. Это был советский мотоцикл «Восток». Да. И потом Минск. Между конусами. Между конусами. Ближе садись. В один момент я очнулся, что я уже тренер. И тренер тренеров. То есть тренер, который тренирует, подготавливает будущих тренеров. Это в Казани. Могу сказать, что мой самый любимый трек в Казани. Это лучшее время для среди мотоциклистов. Кастин, я забыл. Как это называлось? Цветочек, как называлось? Лютик? Я забыл. Это один из часто задаваемых вопросов. Как так случилось, что ты нашел свою красавицу? Знаете, очень простым образом. Это был через интернет. Но это нетипичный сайт или какой-то как социальная сеть и так далее. Но я добился каким-то образом, даже в почту писал, после долгого молчания, игнорирования, несколько месяцев, я все-таки добился хотя бы немножко пообщаться. Оно у меня строгое, серьезное. Но чем, может быть, привыкло меня? Родители моей будущей жены были абсолютно категорически против. Единственное, как мне сказала моя жена, единственное, ты понравился, очень понравился моей бабушке. она сказала, что от этого человека никакого вреда не будет. Он искренен. Он говорит искренне. Я его полюбила. Но со временем все срослось. Узнали друг друга поближе. И все получилось. Это просто как подарок судьбы, что ли. Так произошло. И мы больше не расстались. Уже 19 лет. Погулять по городу, особенно летом, конечно, очень душевно, так сказать. Вдохновляет. Мои дети родились в Москве. На старт! Марш! Она начинала кататься с трех лет. Я, когда посадил ее на велосипед, я даже 10 метров не удерживал ее. Она пошла сама. Поехала. На мотоцикл пересадил на электронный четыре... Нет, три года так же. Она сразу перепрыгнула на другой мотоцикл в пять лет. Активно до сих пор катается. А сын? Сын нет. Он, скорее всего, либо механик, инженер-механик, либо инженер-строитель, что-то вроде того. Он, как моя жена, он спокойно в этом плане, даже не подходит к мотоциклам. В России условия для моей семьи лучше. Я чувствую себя в своей тарельке. Я понял, что я давно искал такой образ жизни, такой город. Он имеет такое удобное расположение для меня. Он позволяет мне ехать куда я хочу. Исходя из того, например, вокруг Воскресенка есть очень много трасс, гоночных трасс, мотокроссовые трассы, сейчас они кольцевые трассы. За те годы, пока я здесь проживаю, изменения и в России, и в моем, в том городе, где я проживаю, конечно, произошло многое. Были проведены реставрации, обустройства парков, где мы сегодня ходили, показывали. И появился недалеко от моего дома, я так называю, многофункциональный парк. Там можно походить, погулять, собираться, спортом заниматься, в компанию, то есть в волейбол играть, в баскетбол играть, пинг-пон играть или просто утреннюю пробежку или ходьбу. Город сейчас для меня как раз по душе. Где я был в России, были моменты и по работе, и как хобби. Несколько раз объезжал центральный федеральный округ, то есть диаметром 600 километров. Нижний Новгород, Тибель, Смоленск даже заезжал в Беларуси, Минск и товарищи обратно возвращался. Такая красивая природа, необъятная страна, путешествует, делает что угодно. в данный момент я занимаюсь подготовлением книги, вернее, как пособие для учащихся, кто хочет учить русский язык. В первую очередь никогда не выбирайте слова случайным образом из словаря. слова обязательно должны быть связаны с неким источником или событием. Однажды я хотел заказать курицу, но не знал, конечно, тогда очень плохо знал русский язык. Не могу сказать с курицей, то есть именно знаю о курицах. Думал, 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 долго думал, потом говорю, знаете, женский петух. Было еще такое, я хотел купить будильник. подошел я к рынку, но не помню слово, как называлось, и подошел, можно мне, пожалуйста, дебильники? Она посмотрела на меня так, сынок, дебильники не здесь, они в другом доме живут. Я говорю, а это как назвать? Это будильники. Как тебе место, Аня? Я волнуюсь. Конечно, давно не каталась, да? Очень часто. Не, разберемся немножко. Да. Как я говорил однажды, вместо того, чтобы сказать разменяться, разменяться, да? Не разменяемся, а разменяемся. Да. Русский язык. Поскольку я уже здесь давно живу, у меня друзей есть, знакомых намного больше. Особенно из моего, мой круг это общество, естественно. Если считать, я не могу пальцами считать. мне очень много знакомых. Русские улыбаются нередко. Они не улыбаются без какой-то причины, особенно чужими незнакомыми людям. Потому что есть восприятие и понимание, когда и для чего надо улыбаться. Они очень улыбчивые, не то, что улыбчивые. Вы потом поймете, что вы мало улыбаетесь по сравнению с ними. Россия все-таки имеет свой образ жизни. Если воспринимать государство как человек, русское государство, оно живой организм. Рождается, развивается, имеет свои точки зрения. Россия это такое богатство со своим самоваром в Тулу, как Евросоюз. Туда не войдет. Есть свои принципы. ресурсы. Может даже не захочет. Почему? Потому что есть свой потенциал огромный, ресурсы. Это все-таки отражает на ментальном плане, как держава. Вот эти факты сильное государство отражается на характере русского человека. Он чувствует себя сильным и не хочет прогибаться. Пусть другие прогибаются. Турки, родственники или друзья, они говорят, ты все-таки обрусел. А если спросить у моих русских друзей, столько лет здесь живешь, ты все ведешь себя как тура. То почему так? То есть я понимаю, что я держу баланс. Но что я могу о себе сказать по этом поводах? Я могу сказать, что я занимаюсь мониторингом. Я брал и стараюсь брать положительные вещи для того, чтобы сделать свою жизнь более мудрой. Я наверное все-таки стараюсь учиться у русских быть более спокойным. И не сразу проявлять свой восточный характер. Это именно неизбежная часть подобного образа жизни. Неотъемлемая часть. Здесь находишься скучаешь по родине. вот я туда езжу например проходит пару недель. Все я уже начинаю смотреть на чемодаль. Пора может надо было не на две недели а на десять дней. Меня ждет мои мотоцикли тренировки или какие-то мои занятия. Я себя у себя на родине в Стамбуле чувствую себя даже в своей квартире как в гостин. Россия я люблю тебя.